Девушки отдыхают До дна Аньву, если не перестанешь быть таким зазнавшимся, то все узнают, что мы Дзяньчжоу Наверное, Ваньлу уже слышали об этом И наняли Тебя даже еда не затыкает? Сяои, давай выпьем До дна Я хочу, чтобы все знали, что я здесь Лучше выманить их всех разом Это проще, чем ловить поодиночке Продолжай Кто тебя связал? Лучше яу Лучше яу Если ты ему хоть слово скажешь, то нам с тобой конец Подумай-ка, ты сможешь выжить Ванлу в одиночку? Где она? Она, она... Ладно Если поможешь его обдурить, то я не буду тебя связывать Иди, куда глаза глядят Я не буду кричать, бить и издеваться над тобой Твои проблемы будут моими Я со всем разберусь Я не знаю, где она Не знаешь? Разве ты не говорила, что она тебе снилась? Повтори Она снилась мне И я должна творить добро от ее имени Она снилась мне И я должна творить добро от ее имени Тогда как она тебя связала? Я... Я сама себя связала Ты... Что это за чушь? Ты врать не умеешь? Раз ты так себя связала То и освободиться сможешь сама Покажи, как ты это сделала Это конец Мы попались Попались, попались Я... Я развязалась Скажи ему еще раз Я... Я развязалась Так ты могла развязаться Так я могла развязаться А да Лидер Цзэнь Джэйянь на пике Си Фэн Следи за ней Если что-то случится, сразу сообщи мне Да Не знаю, в чем я провинилась в прошлой жизни Раз меня привязали к таким злюкам Посмотрим, как ты потом запоешь, девчонка Меня зовут Джэйянь Послушай Так сложно назвать меня по имени Да Все думают, что мы один человек А значит, ты это я А я это ты Если ты опозоришься, то опозорюсь и я А мне нельзя опозориться Почему? Ялу Джа Яу никогда не опозорилась Но... Но тебя же никто не видит Замолчи Кто знает, сколько мне придется так жить Тем не менее, если у меня твое лицо А твое лицо это мое лицо Послушай Ваньлу не так просто выжить Если хочешь знать, здесь есть место И сделать это своими силами Которых у тебя нет Но тебе нужно найти покровителя Я попала в Ваньлу, чтобы собственноручно отомстить за отца Покровителя Мое достоинство этого не стерпит Достоинство? Собственноручно? Ты не можешь победить даже обычного ученика О каком достоинстве ты говоришь? Твое достоинство растопчут самые неумелые ученики Да так, что его и собака не разглядит Тогда что мне делать? Я сделала тебя ученицей Ли Чинляни Правда? Я стала ученицей Ли Чинляни? Не я А мы с тобой Как ты это сделала? Это уже не важно Ты должна знать лишь то Что ты здесь что-то значишь Если кому-то придет в голову лезть к тебе Не забывай о своем статусе и не бойся Завтра мне нужно будет уйти Так что подумай, как достать восстанавливающие лекарства Твоих сил меньше, чем у свиней, которых я растила Тебе надо съесть много таблеток Ладно, я поняла Они тебе тоже нужны? Когда мы были у ворот северной секты Стражу достаточно было ха-ха и вжух Чтобы ты оттуда ушла А еще, когда мы шли от башни Тысячи праха к Ваньлу Ты даже не подумала о телепортации Да и вообще я не видела, чтобы ты пользовалась заклинаниями Скажи честно, у тебя нет никаких сил, да? Кажется, ты вообще ничего не делала Может, спустишься с горы и сделаешь что-нибудь полезное? Но ко мне будут лезть те ученики Все будет хорошо, пока я рядом Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, Дзянчжоу самый богатый город Ву Линь Здесь ошиваются и сектанты, и обычные бродяги Здесь куча еды, выпивки и развлечений Отличное место Мы без этого не обойдемся Но о делах тоже не стоит забывать В каких делах? Мы захватили секту на горе Син, но у нас еще остались дела Судя по тому, как мы торопились, это что-то важное? Я хочу, чтобы обо мне знали все Чтобы, когда люди слышали мое имя, они покрывались потом Или хотя бы бились в конвульсиях от страха Так, что именно ты хочешь? Буянить? В каком смысле? Еще не знаю, сначала повеселимся Мы ходим уже полдня Но я не видела, чтобы кто-то просил о помощи Мы все равно должны это сделать Здорово! Вон там ребенок упал Давай его успокоим Он уже взрослый, почему он плачет из-за боярышника? Меньше слов, больше дела Только не забудь назваться моим именем Давай, иди Хозяин, дайте мне боярышник Держи Не плачь Спасибо Лу Джао Яо сказала купить тебе боярышник Не манится с нами, хочет украсть мой боярышник Лу Джао Яо У тебя такое громкое имя? Демоница Оказывается, ты обворовывала людей? Тебе какое дело? Твори добро Бабушка, я вас не трогал Все кости переломал Помоги ей Не забудь назвать мое имя Иди-иди Вали Бабушка, все в порядке Лу Джао Яо сказала помочь вам Бабушка, не бойтесь Лу Джао Яо Водитель, стойте Стой Какой еще водитель? Это ты сбила меня с ног Что? Что? Что за вопросы? Давай деньги, мне надо к врачу Вы, это была не я? Не ты? Куда пошла? Сбила меня, еще и не платишь? Мужчина переоделся в старушку, чтобы выпрашивать деньги Мне надо к врачу Стыдоба Мне надо к врачу Это мужчина? До тебя только дошло? Пошли, оставь его Лидер Я наблюдал за этой девчонкой из праведной секты Она очень странная Что она сделала? Сегодня она была в городе и купила парню боярышник А затем испугала его Затем она помогла попрошайке, который выпрашивал деньги Его она тоже испугала Что еще? После этого ничего Я понял Продолжай следить Слушаюсь Кто же ты такая? Солнце скоро сядет Не вижу, чтобы кому-то требовалась помощь Демоница Может, пойдем? Можешь идти Но потом не возвращайся Мне нужно проверить счет Проверить счет? Какой счет? Демоница Чтобы купить шутки Что за демоница? Проверить счет Демоница Хочется Проверить счет А че? Если не демоница Демоница Хочется И потребитель Оттен Оказывается, по ночам меня видно. С этим лекарством что-то не так. Надо разобраться самой. Я ударила старуху. Повлияет ли это на заработок? Ну, я сделала много хорошего. Даже стала подопытной. Всё должно быть нормально. Стоять! Красная? Вам сюда нельзя. Почему? У вас недостаточно средств. Да ладно, я сделала столько хорошего. Человек может делать только по одному хорошему поступку в день. Остальные поступки не засчитываются. Вы нашли только одного помощника. Заработали 100 монет. Мы пускаем в магазин посетителей, у которых есть хотя бы 10 тысяч. Давайте забудем про это дурацкое правило про одно хорошее дело. Лучше поговорим о деньгах. Почему я получила сотню? И где остальные зарабатывают тысячу? Если у вас есть вопросы, можете сходить в меняльную лавку Дай Йон Ци. Ты... Как вас зовут? Кем работаете? Лу Чжао Яо с Гарой Чен Синь. Мне помогали вершить хорошие дела. Почему я получила всего сотню? Лу Чжао Яо, верно. При жизни вы обвинялись в убийствах, мошенничестве, врании и так далее. Вы теряли десятую часть суммы после каждого преступления, поэтому у вас мало денег. Но так как вы спасли человека, мы вас наградили. Поэтому, если кто-то сделает хорошее дело от вашего имени, вы получите десятую часть суммы. Другими словами, вы считаете доход по тому, сколько хороших и плохих дел сотворил человек? Если он преступник, то зарабатывает мало, а если хороший человек, то много? Именно. Что-нибудь еще? Если нет, то следующий. Я не покупатель. В прошлый раз вы... Я ничего не возвращаю, мне не нужны ваши деньги. Я пришла сказать, что с вашей таблеткой что-то не так. Что именно? Таблетка восстановила часть моих сил. И я могу становиться невидимой. Но это работает только днем. О! Хорошо. Я понял. Поняли? И это все? Что-нибудь еще? Лекарства еще находятся в разработке. Мы ведь не платили вам, чтобы вы его приняли? Хорошо. Я вас услышал. Вы не будете с этим разбираться? У нас есть эта услуга, но не для вас. Почему это? У вас нет денег. Эта услуга платная. Вы... Я не думала, что я Джао Яо однажды окажусь в безвыходном положении. Сестра, что случилось? Деньги, деньги, деньги. У меня тоже появились проблемы с деньгами. Чи Джи. Настроен против свободных воинов. Они творят, что хотят. Нет. Я должна что-нибудь придумать и найти больше помощников. Сестра. Говорят, в Дзянчжоу собираются все слои населения. Может, попытаешь удачу там? Дзянчжоу? Путешествие с горы Чэнси в Дзянчжоу. В моем положении займет минимум три дня. Сестра, если хочешь добраться быстрее, то можешь выйти через парадный ворот от Сидзи. Они ведут прямо к Дзянчжоу. Дзянчжоу. А-а-а! Юэ-Джу! Что случилось? Тщ! 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 А-а-а! 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 Йоэ Джу, где он? Ажон. Она спрыгнула с ворот и исчезла. Чанилань, случилось что-то серьезное? Вовсе нет. Я просто хотел выпить чашечку чая. Хорошо. Ты всегда приходишь на чай, если тебе неспокойно. Пожалуйста, будь более открытым. Людей и обстоятельства нельзя изменить силой. Я слышал, что гробницу меча опустошили. Как ты принял реальность? Тогда я тоже не мог ее принять. Я забрал ее труп. Я безрезультатно искал ее долгие годы. Думаю, на то была воля небес. Я никогда не смог бы ее найти. Поэтому я похоронил Йоэ Джу и оставил все в прошлом. Оставил в прошлом? Тогда почему ты живешь здесь? Зачем ты сделал человека из дерева? Я привык. Каждое дерево и каждый цветок напоминают о ней. Даже если я и оставил ее в прошлом. Я не могу идти дальше. Каждый год цветы расцветают слишком рано, будто не могут ждать. А мне этого так не хочется. У них слишком яркий цвет. Почему? За любовь платятся жизнью. За разум душевной болью. Все чрезмерное. Недолговечно. Госпожа. Как цинь-жинь-янь? Насколько мне известно, она вступила в секту Вань-Лу и стала их ученицей. Точнее, стала ученицей Ли Чинь-Ланя. Ли Чинь-Ланя ее учитель. А она сообразительная. Но... Мы не имеем влияния на секту Вань-Лу. И боюсь, нам будет трудно ее поймать. Что нам теперь делать? После смерти Лу Чжа-Яо, Ли Чинь-Лань стал лидером секты Вань-Лу. Лу Чжао-Яо так гордилась верностью своих учеников. А если есть верный ей, то среди них будут те, кто недоволен Ли Чинь-Ланем. Найди тех, с чьей помощью мы будем действовать в Вань-Лу. Кажется, я знаю, кто подойдет на эту роль. Кто же? Глава Северной Секты. Юань Цзи. Юань Цзи? До того, как он присоединился к Вань-Лу, его жена и ребенок были убиты праведными сектами. Он до смерти ненавидит праведные секты. Верно, но... Юань Цзи упрямый человек. И крайне верен своей спасительнице Лу Чжао-Яо. Я слышал, он несколько раз пытался убить Ли Чинь-Ланя. Полагаю, Юань Цзи всей душой ненавидит его. Также, от Юань Цзи сбежал сын его врага. А из-за его упрямства он не остановится, пока не уничтожит всех своих врагов. За много лет поисков он не смог ничего найти. А ведь сын его врага на горе Феникса. Господин, ходят слухи, что Джи Янь в секте Вань-Лу. Говорят, она даже стала ученицей Ли Чинь-Ланя. По-моему, это просто смешно. Я не проверял информацию. Сообщи мне, как только все проверишь. Слушаюсь. Учитель, вы запретили мне связываться с Лу Чжао-Яо, потому что знали, что этот день настанет? Я думал, что все уже кончено, но тучи снова сгущаются. Генерал. В чем дело? Джи Янь Ву замечен сегодня в Дзяньжоу. Там живет глава западной секты Самыжун. Нужно подготовиться. Нельзя дать Джи Янь Ву и малейшего шанса. Кстати, а где Ада? Генерал. Лидер секты поручил ему следить за праведницей. Но он же самый выдающийся воин. А лидер его использует для таких мелочей. У лидера были свои причины. Отправить именно его. Когда это у тебя появилось право голоса? Я виноват. Объяви боевую готовность. И следи за Джи Янь Ву. Есть. Будет исполнено. Свободен. Любовь есть в каждом из нас. Можешь ли ты творить добро? Красавица, хочешь сделать что-нибудь хорошее? Нет, не хочу. Эй, сделай доброе дело, красавчик. Не буду. Сделаешь доброе дело? Нет, нет. Братец, может, сделаешь доброе дело? Это что, лавка добрых дел? Любопытно. Этой прекрасной ночью, когда луна светит так ярко. Почему бы не сделать что-то хорошее для успокоения своей души? Ладно. Что делать? Пожертвуй одежду. Только не забудь сказать, что это от имени Лу Джау Яу. Творить добро от имени Лу Джау Яу? Я восхищен ею. Какое разочарование, что эта чертовка так рано умерла. Чем она тебя восхищает? Я слышал, она красавица. И ее сложно укротить. Укротить? Он посмел так обо мне говорить? Раньше никто не осмеливался, а сейчас вот он. Неплохо стриженный. Тебе удалось привлечь мое внимание? Расскажи-ка, зачем помогаешь ей с добрыми делами? Мне не нужен повод, чтобы что-нибудь сделать. Любопытно. Если я пожертвую этот плащ, засчитается доброе дело? Да. Подожди. А что я получу за помощь ей? А что ты хочешь? Ну... Я хочу, чтобы она помогла исполнить мое желание на небесах. На небесах? Идет? Ну и? Каково твое желание? Я хочу убить Ли Чэнь Ланя. Завладеть сектой Вань Лу и занять его место. Хо? Как интересно. Вань Лу? Ладно, ладно, я умолкаю. Эй, вы тоже давайте свою одежду. Лу Чао Яо будет той, кто помогла нам, когда мы захватим Вань Лу. Так что поторапливайтесь. А ты неплох, знаешь правила. Уважаю. Все люди смертны. Пожертвуй одежду бедным. Не, я не хочу. Так тебе никто не будет отдавать одежду. Давай я помогу. Ты что делаешь? Не видишь, красавица одежду собирает. А я-то тут при чем? Не... Ай... Ай... Ладно, я пожертвую. Ты, иди-ка сюда. Я тебе говорю, куда побежал? Парень с характером и амбициями. Мне в Вань Лу нужны такие люди. Ты, тоже давай сюда. Стоять. Откладываем дела ради его веселья. Ну а что тут поделаешь? Иди сюда. Пусть развлекается. Стоять. В очередь, ни шагу. Снимай. Что думаешь? Хватит этих людей для пожертвования от имени Дьяволицы? Я восхищаюсь тобой. Ты одна осмелилась открыть лавку. Большинство людей не смеют смотреть мне в глаза, а ты не боишься. Почему бы тебе не присоединиться ко мне? Нет уж. У меня своих дел достаточно. Ну, спасибо за помощь. Все интереснее и интереснее. Я Дзяньву с горы Син. Какое-то время я еще буду в Дзяньжоу. Если передумаешь, найди меня. С дороги. Кстати, не дай бог я узнаю, что вы сбежали и не пожертвовали одежду. Мы жертвуем. Отдаем. Когда уже этот злодей уберется из города? Он настолько силен, что Вань и Лу могут и не справиться с ним. Да что ты понимаешь? Знаешь, почему Дзяньву не хочет уходить из города? Разве не потому, что это граница между Вань и Лу и праведными сектами? Никто из них не может на него здесь напасть. Секты только пострадают от битвы. Ты не слышал, что недавно Дзяньву удалось захватить всех сторонников клана Су? А секты ничего с ним не сделали. Говорят, Дзяньву уничтожил клан Су. И даже не пощадил стариков и детей. А после того, как очистил дом, не нашел ничего лучше, чем поселиться там со своими людьми. Захватил родовое поместье и даже глазом не моргнул. А я надеюсь, что Лу Джао Яо воскреснет. Было бы отлично, если бы эти жестокие и беспощадные люди вместе отправились в преисподнюю. Парень. Не боишься, что Лу Джао Яо действительно воскреснет? И объединится с Дзяньву. Тогда для простых людей, как ты, настанет ад на земле. Идем отсюда. Вы сегодня выглядите хмурым. Это из-за тех слухов? Похоже, ты тоже их слышала. Да. Это Цинь Джин Яань без всяких доказательств обвинила вас. Опорочила ваше имя. И репутацию секты Цинь Цинь. Она не виновата. Цинь Юй отсутствует уже много дней, и мы до сих пор не знаем, где он. Я только не понимаю, почему Джао Яань так уверена, что это сделал я. Но то должны быть причины. Возможно, кто-то тайно пытается разжечь вражду между сектой Цинь 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 и остальными праведными сектами. Раз так, мне кажется, необходимо устроить встречу между всеми праведными сектами, чтобы доказать вашу невиновность. И наши товарищи из других сект смогут найти виновника. Хорошая идея. Тогда я дам распоряжение, чтобы все подготовили. Хорошо. Старший брат, до меня дошли слухи, что Цинь Цинь Яань убежала в секту Вань Лу. Вам не кажется, что это может иметь отношение к пропаже Цинь Юя? Это только предположение. Я пойду и все подготовлю. Ступай. Я так устала. Демоница, я сделала все, как ты приказала. Присделала окна всю ночь, не видела ни одного человека, зато разглядела много птиц. Добрые дела, это так утомительно. Сегодня ничего не случилось? Наткнулась на стриженого рыжего парня, он меня заинтересовал. Почему вздыхаешь? Луна так далека, и... Я вспомнила людей из прошлого. Мне просто немного грустно. Слишком много думаешь, потому что нечем заняться. Я так занята добрыми делами, а у тебя хватает времени грустить? Завтра пораньше встанешь, пораньше начнешь, и не возвращайся, пока не будешь валиться от усталости. Зачем ты так? Демоница. Ну, демоница. Демоница, не спи. Что хочешь. Я просто хочу знать, как поживает брат Саньлин. Или в темнице, или вы вышвырнули. Так в темнице, или вышвырнули? Я не знаю. Брат Саньлин. Как же у тебя дела? Ань-Ву. Та девушка, которой ты отдал свой плащ. Она смелая и дерзкая, должно быть, за ней кто-то стоит. Мы только захватили гору Син, и люди нам завидуют. Нам лучше не создавать новых проблем. Чего боишься? Вот именно. Чего ты боишься? Вань-Лу может ударить в лицо самой секте Ван-Лу. С чего бы нам бояться других сект? Я не только ударю их по лицу.